Что делать, если наша собака долго находится на солнце и, возможно, она перегрелась? В летнее время мы стараемся не гулять с нашими питомцами тогда, когда идет солнцестояние. То есть мы стараемся выгуливать нашу собаку до 10 часов утра и после 4 часов вечера, когда солнышко уходит из зенита. Почему это важно? У собак существует всего два места терморегуляции на теле. Это язык собаки, поэтому наверняка вы видели, что собака на долгих прогулках или когда ей жарко начинает высовывать язык. И это подушечки пальцев. Более терморегуляции у собаки не происходит нигде. Почему мы стараемся не гулять в очень жаркое время? Потому что нагревается асфальт, нагревается земля, и собачка не может осуществлять терморегуляцию всеми своими функциями. Здесь остается только язык. Важно при долгих прогулках иметь с собой, конечно же, водичку. И наверняка вы замечали, что собака в процессе прогулки очень часто воду не пьет, а больше обмакивает язык, выливая и практически не выпивая воду. Тем самым она охлаждается. Как понять, что наше животное перегрелось? У животного наступает слабость, вялость. Животное старается выбрать какой-то более теневой участок в нашей прогулке, полежать. И мы видим, что начинают краснеть чаще всего уши, белки, глаз. И усиливается дыхание. В этом случае нужно увести животное в тень. Если мы видим, что начинает теряться сознание у собаки, или она неадекватно реагирует на наши команды, или то, что мы зовем своего питомца, в этом случае собаку желательно доставить в клинику. Как мы можем помочь, если перегрев не сильный, но он начинается? Мы отводим животное в тень, мы даем доступ хорошей холодной воды, и мы можем смочить только подушечки лап. Мы ни в коем случае не поливаем собачку из шланга на дачном участке. Почему? Потому что тем самым мы создадим только перегрев нашего животного. Что еще важно помнить, владельцы очень часто, путешествуя на дачу и обратно, оставляют своего питомца в машине и уходят на какое-то время. Пожалуйста, не делайте этого, это самая частая причина перегрева нашей собаки. Мы оставляем машину заведенную с включенным кондиционером, в этом случае здоровью животного у нас ничего не угрожает.